добрый день дорогие друзья с вами студия новое планетарное телевидение мария карпинская южный икне штат томел на дух ведь и даже я еле говорю потому что я пережила какой-то невероятный стресс вы даже не поверите началось все с того что я услышала жуткий крик жуткая ну истошный крик собаки и я рванула туда воротам а у нас там такие ворота и стоят каменные огромные столбы между этими столбами собачка просунула голову и застряла а там каждый столб еще колючей проволокой обмотан то есть она не могла даже если она голову опускает немножко чтобы может быть вылезти то ее порвет колючая проволока в общем что-то жуткое что-то невероятное и она так кричала и так головой мотала и это так истошно удалось включить телефон и даже снять что-то и от того что я прибежала и в общем я стала просто истошно тоже рыдать подошли люди с пляжа индусы и я предложила им вот попробовать раздвинуть столбы каменные хотя это невозможно и когда один человек это делал ничего не получалось собачка еще пыталась несколько раз лежать вот и пыталась сама высвободиться у нее конечно не получалось но потом я зашла с той стороны где у нее ли ее лицо и я посмотрела ее в глаза и сказала чтобы она подождала что сейчас освободят и она вот так почувствовала и знаете что меня удивило когда я сказала индусам что нужно перекусить проволоку хотя бы чтобы голову вниз просунуть потому что столбики эти вряд ли раздвинуть собака как бы поняла что я хочу и пыталась сама зубами даже эту проволоку раскусывать но это невозможно бедняжечка просто смотреть было глаза и и на всю жизнь запомню стресс был такой что невообразимо и потом все таки двое ребят с двух сторон вот эти столбы и немножко раскачали и чуть-чуть раздвинули собачка выскочила добрый день дорогие друзья случилось ужасно и собачка застряла между вот этими она не может вылезти мы беда maybe down the way down так qualquer ст blanc foundation conocerBE read как 100 вот можно залить vez это все вот Am contra serve Слушай, может, голову вниз ей сделать, а? Сделать голову вниз. Ой, боже, и прости, господи. Ой, успокойся, успокойся. Малышечка, жди, у нас что-ли. Но это уже verstehen. Слушай, верь, верь. Слушай, верь. Слушай, верь, верь. Это будет легче? Может быть, Sonia кушает? Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Верь, верь, верь. Рисы, шумы, 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 шумы. Рисы, шумы, шумы, шумы. Ой, слава Богу, браво. Господи. Сын Кью, а куда она делась-то? Собачка, боже милостивый, какой ужас, сколько она мучилась, бедняжечка. А куда она побежала? Ужас какой. Ну, вообще, вы знаете, это тоже знаковое. Для меня любое такое событие является знаком. И вот этот знак говорит о том, что, вы знаете, сейчас люди, наверное, многие люди попали в такое состояние, как эта собачка. То есть, на самом деле, вот то, нас к чему, наверное, ведут, это именно это. Это тоже вот такое, не для слава нервных, да, зрелище. Ну, представьте, что вашу голову зажали между коленками и держат, и вам не пошевелится. И все это сжимается. Вот кольцо тоже сжимается на каждом человеке. Вот смотрите, я не могу выбросить из карантина этого, не могу улететь в Россию, потому что есть люди здесь, ну, разные же люди, люди эгоисты жуткие. И вот те эгоисты нескольких человек, которые не хотят улететь встать, но получают социальную помощь, они, допустим, там дают сведения, организовали группы, да, и дают сведения, что, например, нас там всего здесь 14 человек. И там с госуслуг пишут, ну, куда самолет присылать за 14-ми человеком. И поэтому сейчас мы открыли свой уже такой, на Телеграме Саша открыла канал, открыла группу, в которой она собирает сведения, чтобы набрать хотя бы 200 человек, и тогда мы сможем улететь. Так вот, вот эта ситуация с собачкой, которую вы сейчас увидите, еще раз неслабо нервных детей не подпускаете, посмотрите сами, но прочувствуйте эту боль и узнаете, что боль животных гораздо сильнее, они чувствуют боль гораздо сильнее, чем люди, понимаете? И когда я слышу, что там в Китае живых собак варят заживо и потом жрут, то я ничего не желаю, кроме проклятий, будь они прокляты все, и пусть они все исчезнут с лица земли, и пусть эта чистка великая пройдет, но тот человек, который нормальный и в ком есть душа, останется, а эти люди, которые не люди, пусть они исчезнут с лица земли, это мое пожелание, потому что, когда вот эта собачка освободилась, у меня до сих пор боль, жуткая боль, невозможно это переживать. Ну, в общем, посмотрите сами то, что удалось снять, все, спасибо, с вами была Мария Карпинская.